Охотничьи, нарезные патроны, пистолеты времён Великой Отечественной войны – оружие разных видов, с чем только не приходилось сталкиваться за 8 месяцев работы молодому эксперту Дмитрию Новику. И это неудивительно, ведь для баллистической экспертизы в Бреске межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз поступает оружие как от правоохранительных органов, следствия, таможни, КГБ, так и найденное обычными гражданами. В Жабенковский РОВД обратился житель Жабинки с заявлением о том, что хочет выдать патроны. В разговоре с милиционерами мужчина пояснил, что во время поездки в город Брест в результате уборки в квартире на балконе обнаружил охотничьи патроны. Также через некоторое время в Жабенковский РОВД обратилась жительница Жабинки с заявлением о том, что во время уборки чердачного помещения обнаружила охотничье ружьё, которое, вероятно, принадлежало её покойному родственнику. Всего правоохранителями было изъято более 40 патронов и охотничье ружьё. Согласно выводам судебного эксперта, предоставленные охотничьи патроны изготовлены самодельным способом с использованием элементов охотничьих патронов, которые пригодны для стрельбы. Представленное охотничье ружьё является ружьём ТОЗ-1 16-го калибра, которое является ручным стрелковым гладкоствольным огнестрельным оружием. Предоставленное ружьё пригодно для стрельбы. По данным фактам проводятся проверки. Баллистическая экспертиза, согласно закону, длится не более 30 суток. За это время важно установить, пригодно ли оружие для стрельбы и может ли оно нести реальную угрозу для людей. За 2021 год в Брестском межрайонном отделе было проведено более 100 таких экспертиз. За истекший период 22-го – порядка 110. Задачей баллистической экспертизы является установление принадлежности объекта к ручному стрелковому огнестрельному оружию, также определение вида модели калибра ручного стрелкового огнестрельного оружия, установление неисправности ручного стрелкового огнестрельного оружия и его пригодности к стрельбе, установление принадлежности объекта к основным частям модельного оружия, а также установление принадлежности объекта к деталям модельного оружия конкретной модели. При обнаружении патронов или оружия специалисты настоятельно рекомендуют немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, ведь это может быть не только опасно, но и грозит реальной уголовной ответственностью. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктова.